Проделась эта тема из моего обучения к колокольному звону, в результате которого я, как мучалка, все-таки мающий, ясник какой, на все-таки музыкальное образование. Ну, скажу честно, меня страшно воздражало, когда звонари, которым там преподаватель что-то показывает, сидят на телефоне, смотрят видео. А вот, слушай-то, на правую руку, даже на левую, а это триоли или не триоли? Вы зачем занимаетесь вообще? Вы зачем сдаете зачет по нотной грамоте? Вот, и так далее. Ну, и в общем, я, значит, старался записывать, как я мог, и, в общем-то, сейчас уже, когда я вижу таких-то пляжных человечков, с помощью которых звонари пытаются записывать ноты, но у меня просто становится не в себе. Значит, давайте перейдем в доклад. Значит, какие у нас, звонари, проблемы? Особенно, если мы хотим развиваться, да, так сказать, а не просто вот играть один и тот же звон, который у нас где-то там не учили. Вот. Ну, во-первых, у нас нет возможности репетировать, да, если мы не в Даниловом Монастыре звоним, да, если у нас нет... То есть у нас нет, в общем-то, у большинства звонарей каких-то дополнительных звонниц, которые стоят в замкновом пространстве, где пришел, позвонил там... Вот. На колокольне, ну, я как бы знаю, как можно порепетировать, но, в принципе, звон, но это не для... Колокольный предназначен для сопровождений службы, да, к колокольному звуку. Вот. Что делать? Дальше. Все сталкивались с проблемой того, что вот приходишь на чужую звонницу, и какой-то хороший звонарь не был, и не знаю, что делать, да. Ну, конечно, если звон простой, типа тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран, но это везде проиграешь, да. А если мы хотим сделать интересный репертуар, то у нас тоже большие проблемы. И вот по поводу пляжных человечков. Все знают мнение, да, что колокольный звон нотной записи не поддается. Вот. В принципе, конечно, большинство из нас понимает, что в этой фразе одно слово-то пропущено, и, в принципе, она не верна. Звучание колокольного звона невозможно записать нотами. Метод действительно. Вот. Если мы посмотрим, вот, допустим, спектр колокола зазвонного, на который я только что звонил, там 4. Вот эти полоски красные, это, значит, тонаков колокола. И вот спектр благовестника. Ну, как такой нотик записать? Конечно, невозможно. Но у меня к вам вопрос. Вот давайте так, на чистоту, честно. Сейчас вот я вам дам партитуру какого-нибудь незнакомого вам молодого советско-российского композитора столько что написанной сонатной, допустим, для фортепиано. Вы, взяв ноты эти в руки, услышите музыку? Кто услышит? Спасибо. Честные. Ну, мог появиться какой-нибудь там человек с абсолютным слухом, выпускник там композиторской факультеты, или директорского. У таких людей единицы, да? Вот. Тогда. Ну, это же не значит, что фортепиано-музык нельзя нотами записать, правда? Вот. И что тогда для вас всех эти ноты будут означать? Не звучание, да, фортепиано? А что? Каким пальцем, на какую клавишу нажать? Где громко, где тихо и так далее. Поэтому, первое, что мне надо было сделать, обеспечить очень четкую, понятную запись колокольного звона, а потом подумать, как ее, поскольку она компьютерная, снова говорим, адекватно ее воспроизвести, чтобы вы услышали не какой-то тренд бренд с дорожком, а собственные, свои собственные колтала. Вот. Ну, в плане записи, тут я не могу претендовать на какой-то там первенстве, потому что, ну, многие по-разному эти записывали ноты. Ну, конечно, мы не берем записи типа этого, там, Саранжева, да, так сказать, что одному ему понятно. И даже не берем ноты Рихетт Старки Израилева, да, где могут быть там, значит, ну, записи основных тонов. Потому что, потому что, ну, трудно разбираться в знаках альтерации, тем более, если мы микротоновые еще туда ведем и так далее. Значит, возвращаемся вот к этой санате фортепианной. Нам нужно звонолю показать, что за какую веревочку бьет, да, когда. Вот. Значит, и, и, поэтому мне вот, да, ну, значит, вот фундаментальный, который Павла Райдна, все знают, да, вот этот вот сборник, ну, колокольных партитур. Ну, вот, значит, ну, я даже, честно, скажу, я там даже не разбирался, как она это все записывает, но мне просто нужно было четко сформулировать, вот это, сформализовать эту запись. Почему? Потому что я собирался писать программы. Программа там, как бы, мне кажется, не пойдет. Нам нужно формализмы конкретные, с которыми потом работать. И вот, значит, формализм этот очень простой. Значит, количество нотных станов в партитуре равно количеству групп колоколов. Количество линеек в нотном стане равно количеству колоколов в группе. Ну, то есть, три загонных, шесть, там, подгонных, три благовестника. Вот, значит, три линейки, шесть линейки, три линейки. Значит, запись между линеечками запрещена. Ну, считается ошибкой. Знаки альтерации запрещены. То есть, фактически мы записываем наши ноты, точнее, удары в колокол, на этих самых линеечках. И, получается, что звонарь, даже не зная, не имеющий музыкального образования, он просто смотрит, и говорит, о, мне за первый трос надо убежать, о, мне тут по пятому тросу ударит, и все. И, значит, я слышал потом мнение, что, ой, нет, да я не разбираюсь, у меня музыкальное образование, у меня есть прекрасный пример. Наверное, многие из вас знают, Лёнь Лебедев такой есть, звонарь. У него, ну, совсем никакого музыкального образования нет и не было никогда. Вот. И как-то он мне звонит, говорит, Олег, слушай, а сделай мне вот шаблон записи портитут, прямо из-за улицы, я так вообще опешил, говорю, да, вот там же вот он еще, я как-нибудь, ну, там программой надо пользоваться. Вот, и, значит, в результате, да, а программа имеет, ну, справочка, на английском языке, я говорю, Лёнь, ну, вот так и так, я за тебя тут переводчиком не буду работать, вот давай, мы будем транслятор, тр-т-т, вот, проходит месяц, я думаю, ну, все, забыл. И тут как-то вы с ним разговаривали, он говорит, Солик, слушай, спасибо, такая программа классная, ты как вообще, ну, ты ж мне показал, как он переводится, все, 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 все. Вот, то есть, ничего в этом страшного нет. И вот смотрите, значит, это вот, я уже немножко возвращаюсь назад, вот звуковысотные, как я их называю, партитуры, Данилов монастырь и вот наши, наши колокола, ну, наши еще более-менее простенькие, а Даниловских, ну, и совсем, ты самый запутен, это вот, к слову о том, что вот такими нотами записывать звон действительно нельзя. Вот правский автоматизацию, я вам уже рассказал, формализация записи. И смотрите, вот мы видим внизу звуковысотную запись, и вот линейная запись. Вот видите, три благовестника, там, шесть позвонных, еще у нас один благовестник, вот третий, третий, он на, тоже еще и на тросе для руки, и три возвода. Значит, пугают очень вот эти вот ключи. Даже профессиональных музыкантов, откуда у вас тиноровый ключ, а как им пользоваться, а почему? На самом деле, вот эти ключи убираются, ну, галочки ставим, не отображайте их, значит, там, вот. В чем проблема моя? Потому что я потом буду дальше со звуками работать, я не могу один звук, два звука назначить на одну ноту, да? И мне нужно, чтобы вот все эти ноты были записаны на разных линейках. Вот, чтобы не получилось так, вот, вот, инотоносец-то разная, а нота-то одна, да? Вот, поэтому вот такая проблема. Ну, скажем так, до звони за иконоспасском и Даниловском монастыря еще вот эта технология тянет, где там за иконоспасском 25, по-моему, Даниловском чуть меньше. И вот пример звона, да, вот. Вот я записал простой звон, и что нам теперь с этим звоном делать? Вот теперь мы переходим к вопросу, а как это все озвучить? Есть в любом музыкальном редакторе, ну, в библиотеке звуков, да? Мы можем партитуру звуками скрипки, фортепиано озвучить и так далее. Ну, давайте возьмем то, что ближе к колоколам. Есть там такая, такой инструмент, tabular bells, да? Звучит сразу, скажу, вот сейчас, мне кажется, звучит отвратительно. Но когда я впервые это сделал, я подумал, какая хорошая помощь, да, вот, в занятиях. Ну, это синтетический звук. Вот, значит, все с этим звоном. Ну, не нравится, не нравится совсем, но, тем не менее, тем не менее, с этим уже можно работать, по крайней мере, ритмик отрабатывать, да, так сказать. Более того, тут же мы можем музыкальный редактор и темп изменить. Быстро не получается, медленно поставили и так далее. Вот у меня сейчас 100 там стоит. Поставили 50. Значит, вот теперь нам нужно как-то приблизить это к звучанию реальных колоколов. Ну, сначала я прошел, пошел простым совершенно путем. Вот есть звуковысотные, да, вот, запись колоколов всех, ну, от одного до первого, последнего. И вот это линейное, как я ее назвал. Ну, что, если нам взять и вот партитуру звона подстроить под основной тон колокола? Основной тон задается вот этой звуковысотной партитурой, а вот, собственно, наша запись не звуковысотная линейная. Написал программу. Берем на вход вот эти два шаблона, линейные и звуковысотные. Там она высчитывает, какую ноту, на какую величину, на сколько центов надо подстроить. Знаете, да, что это такое? 100 центов, полтона. Вот. И потом запускаем это все на некий звон. В результате получается, что у нас партитура начинает звучать не теми нотами, как и написано, а какими мы программы изменили. Вот. Значит, это вот я отправил подготовку шаблона. Вот, я уже рассказал. И вот, например, обработки вот этой программой, вот видите, там она показывает, ага, вот колокол один нужно подстроить на тысячу центов. Колокол 2100 центов. Там колокол 8 на 4 из 50 центов. Сколько колоколов там используется? Ну, это не всякая спечатка. Вот. Но если мы посмотрим, послушаем, ничего хорошего я опять не услышал. Вот для вас это будет, в общем, примерно то же самое. Вы сейчас просто услышите, чтобы как-то по-другому стало звучать. Ну, другие звучат, да? Вот. Это вот подстроенная партитура. Вот это уже партитура. То есть, звук... Вот. Значит, получается что? Что мы получили, вроде бы, приближенный к реальному излучанию результат, но совершенно удовлетворительный с точки зрения, ну, хотя бы, наше статистическое чуть-чуть. Такой третий шаг. Третий шаг. Заключается в том, чтобы на основании реальных записей колоколов сделать реальную библиотеку звуков. То есть, не Тавелор Беллс, а Светика Гайл Галупина Беллс. Вот. И я занялся был этим делом, но тут же понял, что это дело, в общем-то, не очень перспективное. Вот. И, в принципе, там, ну, такая морока с этими медиа. Ну, мне было это как-то просто интересно этим заниматься, потому что я тут же понял, как это все сделать по-настоящему хорошо. Как это сделать по-настоящему хорошо? Оказывается, можно использовать не только эти вот синтетические звуки, мини-инструменты. Да, там, если ты умеешь, может очень качественно, потому что качественно сделать такую библиотеку. Но есть там библиотеки. Ямаха, Гранд Пиано, да, прекрасно. Очень круто. Вот. Хотя все равно это синтетический звук, программа, полученный на основе реальных записей. Вот. Поэтому вот эта автоматизация, шаг третий, мы его сразу вычеркиваем, просто имеем в виду, что, ага, но можно и так вступить. Ну, и вот имейте в виду, что, да, вот есть такая программа, кто хочет под основные тонны колоколов нам подкрутить партитуры, ну, пожалуйста, есть такая программа. Вот. Значит, ну, давайте так. Вот, если мы имеем вот этот самый третий результат, мини-свою библиотеку сделан, что нам нужно, звонарю, чтобы вот с этим совсем работать? Довольно-таки много всего нужно знать значение основных тонов колоколов. Имеет две партитуры, значит, вот линейно-звуковысокные шаблоны в партитурных. Линейных используют либо стандартные какие-то инструменты колоколов, либо с вами библиотеки звуков. Каждую партитуру нужно подстраивать по-моему, программа. Ну, как-то вот кто-то, допустим, музыкальное образование не имеет, а кто-то с компьютерами на выезде, да, тоже, в общем, не очень. Идем дальше. И вот четвертый шаг автоматизации, он сразу вот, можно сказать, слушай, за счет нашего речи тратил на предыдущие разговоры, да, рассуждения. Потому что партитуру, по крайней мере, в том музыкальном редакторе, который я использую, а он бесплатный, вот, можно просто подложить реальные записи, реальных звуков в формате, никаких не mp3 даже, которые вообще без искажений передают вот реальное звучание. Вот. То есть, что мы делаем? Мы, значит, для каждой кор-колокола записываем образец звучания. То есть, один удар. Вот. Ну, как бы, могу дать рекомендации, как это записать. Ну, всем понятно, нужно быть, когда ветра там нет, да, машины не ездят. Если машина ездит, ну, раз ударил, два ударил, там, пять ударил, потом сидишь, убираешь. Вот, потом, ах, вот тут я жестко ударил, тут тут не тихо, и так далее. Но, в результате, что мы имеем? Мы имеем, допустим, 12 колоколов, 12 вейф-файлов, то есть аудиозаписи высокого качества. И мы сформируем, так называемый, библиотеку SoundFond определенного формата, который представляет из себя всего-навсего текстовый файл. Вот пример записи из этого формата. Для колокола номер один sample, это какой файл использовать для звучания. Он, значит, озвучивает 38-ю минуту на виде клавиатуры, вот, с громкостью, там, 13, а offset, end – это, там, продолжительность вот этого, собственно, sample. То есть записывать, конечно, нужно, ну, больших колоколов, там, чтобы на миллисекунд 20 длился вот этот звук. Ну, а у, там, зазвонок, зазвонок до затухания. Вот. И все. И вот мы, значит, вот это вот формируем, подсовывая музыкальному редактору, говорим, вот эту музыкальную, вот эту партитуру проигрывать, пожалуйста, с помощью этой библиотеки звуков. И мы начинаем слышать свою партитуру, озвученную реальными звуками своих колоколов. Конечно, есть там некоторые погрешности там, да, но вот вам, пожалуйста, пример. То, что вы только слышали два звука. Разница участвует. Все. И теперь это приятно не слышать, и это адекватно передает реальное значение звучания этой партитуры. То есть, таким образом, мы знаем, как теперь записать ее, и мы знаем, как ее озвучить. Все. Дальше мы можем начинать работать. Как мы можем начинать работать? Вот с ноутбуком на пузе, да, сидим на диване, сочиняем звони. Вот, например, нам не нужно идти на звонницу, батюшка, а вот можно мне, там я какие-то глушительные мотаю, вот мне попробовать что-то там новенькое. Вы сидите и изучаете, возможно, свои звонницы с помощью вот этого, формируйте там ритмы какие-то, формируйте мелодические ходы и т.д. и т.п. Вот, вот я, допустим, первый звон, который я так сделал, я сначала, конечно, записал все звоны, которых меня учили в Монастыре, вот, а потом, и озвучил их звуками учебные звонницы в Монастыре, вот, а потом вот-вот стал сам что-то делать. И первый звон я сделал, который довольно сложный звон, поставить он псалмов, предначинательный, вот я вот только что звонил, ну, не только что, а вот перед службой. Если кто слушал, смог услышать. Глагослови душа моя, горо, господа. Я специально мелодию сейчас не стараюсь повторять, это греческий распев, да. Вот, значит, и на этом, на этом, в принципе, можно было тему и закрывать. Вот, вот, с записью и озвучкой. Дальше, вот, дальше теперь все. Работаете на здоровье. Вот, сколько, сколько вам думается, сочиняете новые звоны и так далее. Но, значит, мы вначале говорили о том, что очень трудно созвониться на звонницу, переходи, да, трудно работать вот как-то вот с этим совсем. И вот этот инструмент, он очень этому помогает. Допустим, вас пригласили куда-то на фестиваль, да. Если у тех, кого пригласили, вот есть такой, значит, инструмент, ну, то есть вот шаблон записи, подъявить, дайте мне вашу шаблончик, да. И, а зачем? А я хочу вот свой звон перенести на вашу звонницу. Ну, и все. И уже дальше там, хотите, готовьте, хотите, не готовьте, пойдете, идите, произируйте. Но, давайте теперь пофантазируем. А как вот теперь с этим работать? Ну, допустим, у вас те же 12, тоже 12 колоколов, как у меня. Делайте копию, пейс, на свою партитуру и все. И, потому что там точно такой же будет шаблон, просто библиотека была подложена, да. А дальше уже слушать. Нет, вот эти два колокола, как-то вот, лучше местами поменяю, вот что-то не очень как-то звучит, да. И, таким образом, работаете. Гораздо сложнее, если вы переносите на звонницу, где другое совершенно количество колоколов. Вот. Ну, вот я как раз вам хочу продемонстрировать. А, ну, я тут немножко вперед побежал. Я перед этим говорил, вот, третий этап, да, что делать, что-то звонать должен иметь, чтобы вот все эти технологии получить. Вот после четвертого этапа, значит, он записывает изучение всех колоколов, готовит линейный шаблон, записывает свои звоны и озвучивает их вот в формате саундшон. В примере я вам показал. Адаптация звона. Вот, смотрите, давайте теперь возьмем фрагмент вот этого, вот этого псалма. Созвоницей, который, на которой точно так же расположены колокола, и там так, как вы. Вот, значит, вот давайте, сто третий псалом. Мы его сейчас озвучили. Ну, надо сказать, звонок сложный, потому что, в отличие от таких звонок, там четыре такта, да, там литрический рисунок, а потом импровизация, там, что-то там, да, там, пятьдесят. А напомните нам, пожалуйста, слова в 103-м псалма. Благословеннейший Моя Господа, Благословеннейший Господи. Начинается всеночная с ним. Вот. Значит, ну вот, и вот, значит, как-то позвали меня в Зайконоспасске монастырь. Я думаю, боже мой, я пропал. Вот, звонить там Михайловске, но он не хочется. Вот. И, значит, займай нас работой. А, нет, у меня против. Вот. И вот, значит, что получилось. Тут, чем была сложна работа, потому что там у них очень много зазвонных. Если вот все на зазвонные переложить, будет одно тренинг, да? Вот. Ну и вообще там, как бы вот у нас частоты низкие более выражены, чем у них. Потому что там у них и большие колокола. Ну вот. И результате мне пришлось вот на нижних зазвонных и часть перенести в подзвонные колокола. Звучание совершенно другое, естественно. Но когда я вот там дал послушать эту партитуру, ну, от начала до конца, да, всего. Звон прям вот отрываться не хочется, но человек понравился, может быть, кому-то не понравится. Значит, ну вот давайте послушаем. Это была реально серьезная работа, потому что сначала я сделал копипейст, и я для себя понял, как мне уже надо идти звонить, скоро звонить. Вот. И я понял, мне вот это мне совершенно не нравится. Как бы это на спаске. Ну, в общем, тут немножко, в этом еще саундфонд, в этом можно еще параметрами настройки сил звучания регулировать. Вот тут явно переборы с этими благовестниками, да, они заглушают все. В реальности там не так, конечно. Но я просто сделал для ребят вот этот шаблон, если что, там сами подстраивать, и больше не стал. Вопрос можно? Да. А вот это вот, когда смотришь все вот, да, вот целиком в вашу лекцию, возникает ассоциация, что это все вот как раз направление к электронному звонолюцию. Вы знаете, на этот вопрос я отвечаю очень просто. Да. Это инструмент компьютера, да? Молотком можно тоже бить себя по голове, кричать больно и проклинать того, кто его придумал. Не, а я же не к тому говорю, что хорошо или плохо. Я просто говорю, что путь вот как раз вот направление, вот это вот так вот выхолачивание, допустим, каждый звук. Это не выхолачивание, а это создание для себя инструмента для работы. Вот, и давайте посмотрим. Ну, а результат в электронной звоноле? Ну, вы знаете, электронный звоноле без этой технологии. Нет, так кажется, потому что они как раз вот именно вот, вот оттенок такой имеется. Вот, вот, нет, ну я говорю, каждый, вот кому-то хочется это использовать звонолонаря, может быть, и можно исполнить, почему нет? Вот, как пример, я допустим. Не, ну просто Олег, это же на компьютере сделано, да, правильно ли я так понимаю? Ну да, ощущение такое электронного звонолнаря. Да, а в итоге потом просто захочется уже на колокольчик не подниматься, просто нажать на телефончик и уже... Сочинил звонолонарь. Результат, в результате что? Вопрос, что в результате? Чтобы нажать на телефончик, нужно много еще чего сделать, чтобы обеспечить механику. Вот, для того, чтобы управлять колоколами, метамеханика уже сделана, и там свои внутренние программные средства, и они по-другому совершенно работают. Поэтому, поэтому, ну, мы совершенно в разных направлениях. Что такое электронный звоноларь? Там записано, какой моторчик крутануть в какой момент. Ну да. Там нет... Ну да, там ничего, там ничего, там просто ничего. А вот это как раз, то есть там нет ничего для работы звоноляя, для самообразования. А тут как раз именно это все направлено. И вот как раз я коротко должен сказать. Надо бежать уже. Значит, используем обучение. Давайте я зачитаю, чтобы быстрее быть. Значит, что нужно? Разработать для всех изучаемых приемов, звонов, партитуры для учебных звонниц, которые будут участникам по ней в продвижении учебном процессе. Как в формате партитур, так и в виде документов. Вот никаких пляжщих человечков. Вот тебе упражнение номер один, вот номер два, вот сегодня выручить пять эти тактов, следующее десять. Для каждого звонона, кроме простиших, партитуры добавлять упражнение для разумчивания, которые помогут разлучать. Для сложных разнообразных звонов, с целями обучения разумчивания, что-то фиксировать музыкальную форму. Об этом тоже занятия всегда говорят. Но вот как раз с помощью этого инструмента все строже выглядит. Вот когда я учился, у меня там что-то рисует на доске что-то. И пытаюсь разберись, какие преимущества мы получаем во время занятий, как самостоятельно, так и преподаватель используется, более эффективно. Время занятий. В результате значительно сокращается время начального развития звона. Значительно повышается эффективность домашних занятий. В партитуре можно стоить в угол удобный, тем проигрывая злобой даты партитуры, выполнять необходимые упражнения. Тем, кто встанет запоминать, визуализирует, но вот они движения, помогает запоминание звона визуализма. Кто не обучались музыке, используют трудности с музыкальной грамотной, эффективнее осваивают вот это все и музыкальный грамот в том числе. За счет повышения эффективности скорости обучения появляется дополнительная возможность развивать искусственную импровизацию. И отцу Романа Гой, вот эти самые, вот если вот это использовать, вы бы еще в конце занятий сказали, а вот давайте на экзамен собственный звон. Блин, как бы это было здорово. И стимулируется дополнительный интерес к обучению и творчеству. Вот, а, а, значит, Ну, эта программа, она что, платная? Вот, где бесплатная, я уже об этом сказал. Значит, теперь, подбор колоколов, ну, наверное, уже и так понимаете, что хочу сказать, да? Что делает подобросовестный изготовитель? У него есть исторический религиозный подход, без положения храма, архитектурный подход, учет у меня ищих колоколов. Это я вам и говорю со слов Бориса Николаевича Немнина. Вот, чем, чем поможет эта технология? Сделать этот библиотеку, говоришь, закручивать эфидерацию. Какой ты комплект хочешь. Вот. А что такое исторический религиозный подход, местоположение храма, архитектурный подход и так далее? Ну, я думаю, многие из этого это знают, а кто не знает, ну, религиозный, исторический подход, да? Там, какого святого, в чем храм, какие-то, в чем храм, какие-то, в чем храмы там используются. Вот. Так что, вот, в завершении скажу, что кому понравилось это все, готов помочь сделать шаблон партитур для вашей звонницы. Обращайтесь.